Праздник Николаев Я считаю, 2018 год – это год тревог, прозрений и массовых разочарований. На мой взгляд, сейчас ситуация, как у былинного Ильи Муромца, который стоит на развилке трех дорог у того камня и думает, мы уже левую тропу прошли, сумели собрать страну, победить фашистов, сумели прорваться в космос, создать лучшие социальные гарантии, классное образование и науку. Пошли направо, надеясь, что свободный рынок все отрегулирует. В результате потеряли тысячи предприятий, 9 миллионов граждан недосчитались и сползли с ведущих мест на 11-ю позицию в мире. Теперь можно было бы сделать выводы и попытаться реализовать очередной путь, левоцентрический поворот, который позволил бы максимально учесть справедливость, наработанную в советское время, и тот уникальный опыт, который мы имеем за тысячу лет своей истории. Сегодня у нас есть возможность с вами сравнить два юбилея, отмечаем 25 лет нашей Конституции и 40 лет реформ Ден-Сиапина. Это отмечается широко по всей планете. Я в правде Советской России по пробе Синхоа дал развернутое интервью. На досуге полистайте, нам придется это реализовывать. Что бы я хотел особо подчеркнуть, ведь сейчас есть возможность реализовать ту программу, которую Путин наметил в своем послании. Еще раз повторяю, на мировые темпы выйти, 3,5, китайцы 40 лет имеют в среднем 10%. Побороть бедность, у нас сегодня 20 миллионов бедных и нищих, которых не было. Китай вывел из полной бедности 740 миллионов человек и в следующем году решит эту проблему полностью. Более того, их прожиточный минимум в два раза выше нашего. Нам можно сделать большой прорыв в науке и образовании, но наш великолепный закон завис, и вы даже не прислушаетесь к Нобелевску лауреату, который предложил уникальную программу и свой личный опыт. Китай сегодня стал ведущей научно-технической державой, освоил все виды изделий и показывает пример, как решать эти проблемы. Китайская фирма Alibaba, кстати, частная фирма, в следующем году затратит на фундаментальные исследования гораздо больше, чем все статьи нашего бюджета. В этой связи можно было бы, как регулярно встречается Путин и Си День Пинь, отработать технологии взаимного обогащения опытом и реализации блестящих программ. Сегодня 120 миллионов граждан в мире изучают китайский язык. Я одного из своих внуков убедил, он уже освоил китайский язык и прошел там хорошую стажировку. Только что 10 ведущих политиков молодых вернулись из Китая, которые были там и в восторге от того, что они увидели. Они были просто ошеломлены, когда из Пекина до Шанхая 1200 километров ехали со скоростью 300 километров в час, а мы дорогу между Москвой и Питером 10-й год мучаем и никак ее не достроим. Короче говоря, выход, на мой взгляд, сегодня совершенно очевиден. Для этого нужен новый курс, плановый рыночный механизм, мобилизация ресурсов, обновление команды и бюджет развития в 25 триллионов. Тем более мы вам предложили и пакет 12 законов, и каким образом вносили вам регулярно. Вы могли бы, по крайней мере, к этому прислушаться. Более того, мы на фоне народных предприятий, несмотря на все запреты и преследования и Грудининых, и Казанковых, и многих других, мы вам показали, мы ни копейки не брали у государства и создали лучшие предприятия в стране. Они в этом году победители на всех конкурсах. Средняя зарплата у Грудинина 80 тысяч, полная социалка, уникальные школы и детские сады. Идите, опросите граждан. Я вас просил, покажите наш фильм Грудинина, формула Грудинина. 30 минут. Так и не уговорил. По 5 часов молотят одно и то же, одни и те же люди. Ну покажите. Вместо этого продолжаются уголовные преследования. Я считаю, что мы обязаны из всего сделать выводы, потому что нам дальше падать некуда. Когда говорят, мы все поднялись, мы барахтаемся в тине, и если дальше так продолжится, дестабилизация может наступить. На меня самое удрущающее впечатление произвела картинка, репортаж из Владимирской области, как выполняется президентское указание о ремонте больницы. Но если поручение президента выполняется таким образом, по сути, саботируется, если 60 миллионов выделено на ее ремонт растасканной, куда дальше можно ехать? Я слушаю президента. Он провел блестящий открытый урок в Ярославле. Блестящий. Я смотрел на этот урок не как политик, как учитель, как преподаватель, как человек, который преподавал высшую математику и философию. Я должен сказать почти под карным абзацем, я готов подписаться. Я как только повертываюсь, как это делается, меня просто отрыв берет. У президента остался один следующий год для того, чтобы выровнять курс. На пенсионной людоедской реформе ООН и вы потеряли минимум 20%. И исправить никакими примочками это невозможно. Поэтому надо решение принимать, и решение очень ответственное. Сейчас есть два варианта. Западный вариант, американо-западный и восточный вариант. И мы, как не европейская, не азиатская, евразийская держава, имеем возможность редкого маневра. Пока там грызутся в Америке, пока провисают все руководители в Европе, и Меркель, и, ну, все, и французский президент, и Англия, у нас есть такая возможность. Давайте ее реализуем. Я считаю, что перед нами стоит очень ответственная задача. Президентские выборы. Ведь предлагали вам, давайте проведем полноценный дебат. Вместо полноценных дебатов нам придумали политика нетрадиционной политической ориентации. И еще мадам от Дома-2. Загнали все в клетку Соловьеву. Он блестяще руководит этим политическим зоопарком. И все похоронили. Мы приняли свои решения. Мы пошли в народ. И будем это реализовать и в Новом году. Что мы сделали? Мы, прежде всего, тот опыт уникальных народных предприятий перенесли на международную сцену. Мы создали Международный союз. И уверяю вас, наши предприятия Казанковы, Сумароковы, Богачева, Сумароковы в Иркутской области, первые предприятия, которые вышли на зарплату более 100 тысяч рублей. Мы пошли в науку и школы. Создаем свои школы, которые лучшие традиции советские, русские, мировые реализуют. Мы пошли по аграрной политике. Вчера Кашин вместе с комитетом провел итоговое заседание. Вы же все там участвовали. Вы видите, как прислушаются к тем идеям, которые мы предлагаем. Мы пошли в международные организации. Считаю, прекрасные предложения Володина о развитии наших контактов с парламентами, контакты, которые мы восстановили с лидерами фракции СНГ, и подготовка молодежных лидер. Мы все делаем для того, чтобы наша молодежная команда во главе Сафониным, Новиком, реализовала программу поддержки детей и малообеспеченных семей, знамя победы и многое другое. Мы считаем, крайне важно принять закон об оппозиции, для того, чтобы гарантировать. Сильная власть заинтересована в сильной оппозиции. Тогда будут приниматься разумные решения. Мы все должны сделать, чтобы помочь детям войны и детям Донбасса. Мы реализовали полностью эту программу, и они кланяются нам и благодарят. Мы стали чемпионами страны по мини-футболу. Мы выиграли международные соревнования. Мы создали 100 лучших команд и будем продолжать эту линию. Мы считаем, что конструктивная работа в этом плане имеет особый смысл. И как бы тут ни лаяли, ни орали, ни кричали, добавьте одну минутку. Мы все сделаем, чтобы 2019 год был стабильным и производительным. Мы все без исключения в этом заинтересованы. Но надо помнить следующее. Чтобы не сорваться, надо немедленно заткнуть рот тем, кто собирается отдавать Курильские острова. Немедленно. Надо все сделать, чтобы срочно признать Донбасс и Луганск, и их республики. Потому что, как только там столкнутся, мы неизбежно будем втянут в этот конфликт. Та мерзость и сволочь, которая там сидит на Украине и разжигает, в хоккан, который попал весь украинский народ, должна твердо это знать. Мы с вами не должны допустить решение правительства о том, что на каждый дом 300 киловатт будет. Это возмущение будет массовое и полностью рухнет доверие и к президентскому курсу. Мы не должны все сделать, чтобы не дорожала еда. Сейчас все делают для того, чтобы у нас все сужается, 50-й месяц подряд падают доходы и так далее. Мы все должны сделать, чтобы отбить эту новую идею о том, что надо выгнать студентов на улицу и организовать дистанционное обучение. Будут те же пять человек в главе с Кудриным, с Чубайсами, обучать наших детей. Они уже обучили Путина. Первый пункт в программе Кудрина был ввести пенсионную реформу и теперь расхлебываемся. Я бы на его месте немедленно выгнал, кто его втянул в эту авантюру. Он до конца не представлял, видимо, чем это пахнет. Надо немедленно выкинуть закон на свалку о мупах и гупах. Это последний рычаг для нормального управления умного мэра и хозяина. Иначе он будет заложником первой прорвавшейся трубы и очередных громителей. Надо все сделать, чтобы выкинуть на свалку закон о самозанятых. Они еле выживают, а теперь еще приперли, с каждого огорода еще будут оброк брать. И надо все сделать, чтобы выбросить эту инициативу в подарках этим самым учителям-врачам. Да они еле выживают. Но надо оброком обложить. Все, кто сегодня обогатился баснословно, кто деньги выгоняет, кто имеет дикие суммы, надо ввести прогрессивную шкалу, и все ресурсы должны работать на каждого. Ну и я вам в качестве новогоднего подарка вышла история российского отечества в лицах, образах от Рюрика до Путина и прозрениях. Всего 350 страниц. Мы вам в новом году подарим. Не будете сами считать, дайте своим детям. Они вам будут премного благодарны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...